Снова стук в дверь, а на пороге сотрудники фонда капремонта Ингушетии. Правда, с той стороны дверей все не так приветливо и хозяева открывать не спешат. Итак, этаж за этажом. Зная всю ситуацию, сотрудники фонда оставляют требования об уплате в почтовых ящиках на первом этаже дома. Но они там же и остаются. Как мы видим, квитанции еще с сентября месяца лежат нетронутые. Тут есть за ноябрь, за сентябрь, там за октябрь есть. Как раз данный собственник помещения многоквартирного дома, у него образовалась задолженность в размере 16 931 рубль, начисленная за декабрь месяц 327 рублей, плюс пеня за несвоевременную уплату взноса на капитальный ремонт и итоговая сумма 18 345,65 копеек. Как выяснилось, хозяин квартиры ни разу не заплатил взнос. Этот многоквартирный дом по улице Мальсагова внесли в список фонда со дня, как его приняли на баланс в местной администрации. Вносы за капремонт должны были платить с 2017 года. Но на счет ни копейки не поступило. Как итог, долг почти в 20 тысяч рублей. И так каждый третий. За предыдущий год было начислено 38 миллионов рублей. Из них у нас собрано 11 миллионов рублей, что составляет более 30% от начисленного. Если брать за весь период сначала реализации республиканской программы, то у нас собираемость на уровне 27%. Это если сравнивать по стране, то это самые отстающие позиции. Но несмотря на это, мы пытаемся как-то поднять процент, довести до людей обязанность оплатить износов, проводить своевременно. Направляемся в соседний дом и уже там продолжаем обход. Один из хозяев все-таки открывает дверь, но просит не снимать. За квартиры числится долг почти 17 тысяч рублей. Задача работников фонда выяснить, почему не платят. Вот задолженность оплатить износу, которая у вас образовалась. В связи с чем она у вас образовалась и кем являетесь вы в данном помещении? В данное время я являюсь квартираткой этой квартиры. После такого ответа у представителей фонда только один путь – подать в суд на хозяина квартиры. По закону взносы должны платить только те, на кого зарегистрированы квартиры. Далее в процесс вмешиваются суд и судебные приставы. Причем владельцы жилплощади должны понимать, что заплатить придется. Вот только чем дольше растягивать этот процесс, тем больше будет и сумма. Владелец квартиры заплатит не только взнос, но и пении. А это как минимум тысяча рублей за каждый судебный процесс. Если брать город-магаз в целом, то в большинстве случаев нам открывают квартиры съемщики. То есть, собственники помещения не проживают в многоквартирных домах, они проживают или в других городах, или в других селах. Также бывает зачастую, что собственники помещения проживают за пределами Республики Ингушетия. В отношении данных лиц будут поданы исковые заявления в суд. После получения судебных приказов они будут направлены в службу судебного пристава, а также кредитные учреждения, то есть Сибербанк, Ростельхозбанк. И со счетов собственников помещений будут взыскиваться средства в счет оплаты долга по капитальному ремонту. Сотрудники фонда также доводят до жителей республики, что многие могут снизить сумму по взносам. Так, пожилые люди, которым от 70 до 80 лет, могут законно платить лишь половину от общей суммы. А те, кому более 80, и вовсе освобождаются от уплаты. Также действует скидка на репрессированных и людей с инвалидностью. Муслим Ганив, Асхаб Белакиев, Новости 24.